Гарфилд, ты даже не представляешь, как ты одинок. Всем привет! SCP-3166 – это существо, похожее на человека, который одет в грубо сшитый костюм кота Гарфилда. Как оказалось, оно сшито из настоящих кошачьих шкур, набито лазаньей. Занимается оно тем, что выслеживает людей, имеющих определенные свойства, и забивает их ближайшим твердым предметом, одновременно запихивая жертве в рот лазанью прямо из своего тела. В статье на сайте SCP написано, что объект этот имеет патофизическую природу, и у слова этого довольно интересное значение. В реальности патофизику придумал Альфред Жарри, писатель, которого часто называют тем человеком, который породил абсурдное искусство как таковое. Он написал роман «Деяние и суждение доктора Фауст» тролля, который состоит примерно на половину из толстого троллинга. Другая же половина – это просто нечитаемый бред уровня Хмекодада, потому неудивительно, что при жизни автора никто не публиковал этот роман. Да и самого его не особенно любили, потому что он был крайне агрессивным и постоянно пьяным. Умер он в 1907 году, голодный и пьяный, в полном одиночестве. Видимо, убедившись в том, что автор точно уже не шевелится, в 1911 году его произведения всё-таки решились издать, и внезапно они стали популярны. Суть патофизики доктора Фауст ролля в том, чтобы соединить реальную физику и вымысел, искусство и жизнь, сделать всякие вымышленные штуки похожими на реальные вещи. Но это суть. По форме это максимально тупой бред, при том, что каким-то чудом похоже на рассуждения разных именитых философов. Возможно, это гениально, но для нас самое важное это то, что по канонам патофизики вымышленные персонажи могут входить в наш мир. Несмотря на то, что вся патофизика изначально была просто сложным приколом, нашлись люди, которые настолько, так сказать, порофлили с него, что в 1948 году основали организацию под названием Колледж Патофизики, которая существует и сегодня. У них даже свой сайт есть, они проводят собрания, на которых пародируют известных философов и ученых и выпускают свои журналы. Они даже выдают свои дипломы разных патофизических наук. Так что чего же вы ждете? Получайте актуальное современное образование, высшие степени абсурдности. Ссылка в описании. Нет, правда, ссылка в описании действительно есть, но там все на французском. Но вернемся к нашему SCP-3166. Мы знаем, что это патофизическое существо, которое появляется в нашем мире при снижении уровня популярности комиксов и мультфильмов про Гарфилда. По шкале доктора Хайпера Лоузова, до недопустимо низких уровней. Дело в том, что происходит имплозивный синтез кошачьих шкур и темной лазаньи. Кстати, вы знали, что Стивена Кинга сбила машина? А согласно формуле Джона, светлые лазаньи в мире существуют меньше, чем темные. В результате чего, готовость, помноженная на число Гарфилда, образует сущность, известную как SCP-3166. Которая, придавая твердым тупым предметам ускорение, прекращает жизнедеятельность определенных групп людей. Ладно, слишком много патофизики. Вернемся к нашей любимой крепоте. На самом сайте SCP есть ссылка на оригинальный комикс про Гарфилда от 29 октября 1989 года. Который я не смогу показать тут из-за авторских прав, потому оставлю ссылку на него внизу. Там целая сюжетная арка из нескольких связанных комиксов-стрипов, которые рассказывают историю о том, как кот Гарфилд просыпается в своей кошачьей кроватке с утра. Он говорит, что у него жуткое ощущение и что ему холодно. Перед собой он видит желтый силуэт дверного проема и произносит фразу «Это кажется не мой дом». Гарфилд начинает ходить по месту, где он оказался. Там пусто и холодно. В итоге он обнаруживает, что в доме он один. И рассказчик комикса говорит, «Гарфилд, ты даже не представляешь, как ты одинок». Эта фраза и есть название SCP-3166. Гарфилд обнаруживает, что в доме, где он находится, никто не живет и не жил очень давно. А сам дом выглядит так, как будто вот-вот развалится. Джона, его хозяина, давно нет. Собака Джона тоже пропала. Остался только он один. Тогда Гарфилд, не вынеся ужаса одиночества, начинает представлять и Джона, и эту собаку, над которой он издевался, и все свои приключения, и все сразу возвращается. Все сразу становится как обычно, как и бывает в комиксах про кота Гарфилда. Да, все приключения из картинок про смешного кота, это лишь воображение обезумевшего от одиночества животного. Отсюда все необычные и нереальные вещи, что с ним происходит. Он их просто воображает. В копилку к этой версии можно еще добавить тот факт, что в официальном мультсериале про Гарфилда показано, что Гарфилд говорит не открывая рта, в отличие от всех остальных персонажей, которые разговаривают нормально. При этом окружающие слышат и понимают его. Они все плод его воображения. И это не какие-то фанатские теории или пародии, это буквально официальный канон Гарфилда, показанный на официальном сайте. В самом последнем стрипе этой сюжетной арки написано, воображение это мощный инструмент, оно может делать ярким воспоминания прошлого, оттенять восприятие настоящего и нарисовать будущее так ярко, что оно соблазняет или пугает. И это же первый комментарий, который написал автор SCP-3166 в обсуждении своей статьи. А еще, в самой статье SCP говорится, что все эти комиксы помогают понять суть патофизического пробуждения существа. То есть выходит, что SCP-3166 это патофизическое проявление самого персонажа кота Гарфилда в нашем мире. И перемещая себя через грань между миром комиксов и нашим миром силой своего воображения, милый говорящий кот превращается в кровожадное чудовище из шкуры лазаньи. Он охотится на авторов-конкурентов Гарфилда и на тех, кто ранее занимался работой над всем, что связано с этим комиксом. И даже на тех, кто его критикует. Также он иногда нападает и на самого автора, на самого создателя Гарфилда, когда популярность комиксов падает из-за его плохой работы. Ведь когда Гарфилд становится менее популярным, его чувство одиночества только усиливается, заставляя его воображать все более страшные и злые вещи. Кроме того, его жертвами становятся и авторы пародии на Гарфилда. На пародиях мы остановимся подробно, и их довольно много. Это и Гарфилд. Где Гарфилд изображен уродливо и упрощенно. Ну, наподобие Санника и других таких штук. Это и Гарфилд минус Гарфилд, где кота просто убрали со всех стрипов, и мы можем наблюдать опустевший мир этого комикса без главного персонажа. Или вот видео с каналом под названием Лазанье Кэт, где Гарфилд это человек, одетый в костюм Гарфилда. Сюжет этих видео в том, что в первой половине роликов они разыгрывают сюжеты из комиксов, а во второй творят всякую лютую дичь. Самую мрачную дичь, что вы только можете вообразить. Но если касаться мрачной дичи, то, конечно же, нужно говорить немного о другой штуке. О Горфилде. В оригинальном комиксе Гарфилд это вечно голодный кот, который может делать две вещи, спать и есть. Но на самом деле три еще и издеваться над окружающими. В 2013 году появился комикс от художника Дабл Бэйби, повествующий о том, как Гарфилд сожжал весь свой дом, потому что был голоден. И это последняя запись в блоге художника, но первая в фандоме Горфилда. Однако Горфилд не сразу стал популярен, ведь основное сообщество по нему появилось только 8 октября 2018 года. Да, статья SCP-3166 появилась раньше, в феврале 2018 года. То есть основной фандом Горфилда отпочковался от SCP, а не наоборот, как некоторые любят говорить. Так что список вещей, которые не SCP, стал чуть короче. Итак, мы знаем о Гарфилде, что на самом деле он живет в пустом доме, в котором кроме него давно никого нет. Еще мы знаем, что он очень прожорлив. Горфилд предлагает развитие этой истории. Со временем Гарфилд становится все более голодным и безумным. Уже в официальном комиксе он был, если вдуматься, довольно опасным существом. В некоторых стрипах показано, что от него убегают собаки. В некоторых он избивает людей. То есть даже оригинальный Горфилд из комиксов «Сильнее человека». Кроме того, его голод граничит с безумием. Он готов буквально на все, чтобы получить свою любимую еду – лазанью. А его хозяин Джон часто пытается ему в этом помешать, сажая кота на диету. И вот обезумевший от диеты Горфилд теперь уже смотрит на самого Джона голодными глазами. Постоянно следит за ним и в итоге сжирает и Джона, и собаку, и всех других персонажей. После чего остается один в доме. Однако Горфилд страдает не только от безумия и голода, но и от одиночества. Потому силой своего воображения он оживляет всех других персонажей своего комикса. В Горфилде часто бывает такой сюжет, что Джон приходит домой, но с домом явно что-то не так. Дом находится в крайне плачевном состоянии. Он выглядит так, как будто в нем давно никто не живет. В нем все разваливается, за ним никто не следит. Джон не проявляет эмоций, он ведет себя как обычно. Даже несмотря на то, что существо, встречающее его, теперь напоминает кота крайне отдаленно. Джон уже сам давно не человек. Он или плод воображения чудовищного кота, или оживленный им мертвец. Пустая оболочка, служащая лишь чудовищным играм настоящего хозяина этого дома. Да, и это же существо, проникая в нашу реальность, используя законы патофизики, классифицируется фондом SCP, как SCP-3166. Со временем безумие и чудовищная сила Горфилда настолько растет, что он становится подобием древнего ужаса. И теперь он уже стоит в одном ряду с лавкрафтовскими божествами. И во всех своих чудовищных похождениях с ним теперь его постоянная жертва Джон. Горфилд стал настолько популярен, что автора сообщества в реддите про него пригласили в журнал Forbes. А это кое-что да значит. Это журнал, который берет интервью у самых богатых и влиятельных людей планеты, если кто не знал. Вот где успех. И, кстати, все статьи и видео, которые вы можете встретить в Рунете про него, это просто пересказ той статьи из Forbes'а, я проверял. Но главное в этой статье это то, что автор подсказал о Горфилде, как и персонажа. И да, он сказал, что Горфилд это аллюзия на мифы о глуху. А главное его идея в том, чтобы сделать Горфилда настолько ужасным и абсурдным, насколько это вообще возможно. Горфилд это вместилище бесконечного безумия, ужаса, которые не ограничиваются совершенно ничем. Ведь в его вымышленном мире комиксов, откуда он приходит в наш, нет никаких ограничений. Там он может быть буквально всем. В том, чем может стать Горфилд и что он может сделать с Джоном, да и с другими персонажами оригинального комикса нет никакого канона. Рисуя Горфилда, художники вкладывают в него всё самое злое, тёмное и извращённое, что у них есть. Горфилд творит с Джоном все ужасы, которые только можно вообразить. И в конце он неизменно говорит фразу «Извини меня, Джон, я был голоден». Всем пока!